Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Россия, вопреки футбольным интригам, проведет чемпионат мира в 2018 году. Гоночная лада финишировала второй на российском этапе чемпионата мира. Самара – чемпион всероссийских соревнований под зюдо. Впервые триумфальной победой сборной Самарской области завершились всероссийские соревнования под зюдо. Первые женская и мужская команды вышли в финал. Девушки боролись против Краснодара, мальчики с дзюдоистами Северо-Западного федерального округа. Обе команды сначала проигрывали с одинаковым счетом 2-4, но сумели переломить ход поединков и вырвали чемпионский титул. Героями турнира стали Валерия Грязнова и Егор Корсаков. Пятую гонку мирового чемпионата на московской трассе лада закончила на втором месте. На пьедестал почета поднялся пилот тольятинской команды англичанин Роб Хафф. Он, кстати, установил лучшее время на круге. Четвертым финишировал еще один пилот лады – новобранец голландец Ник Кацбург. Десятку лучших гонщиков московского этапа замкнул третий автозаводец Аяб Ван Лаген. Очередной этап чемпионата мира состоится в следующие выходные в Словакии. ФИФА не видит оснований лишать Россию права на чемпионат мира. Победа в конкурсе была честной, говорится в заявлении Международной Федерации Футбола на основании экспертных оценок. Значит, мундиале в Самаре быть. Интриги вокруг мирового футбола начались в конце мая. Тогда арестовали около десятка высокопоставленных чиновников ФИФА. Им предъявили обвинение в коррупции вокруг заявок на проведение чемпионатов мира в течение последних двух десятков лет. Кроме того, обвинения касались махинации заключения маркетинговых и вещательных сделок. Пока итогом давления на организацию стала отставка президента ФИФА Йозефа Блаттера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.